Пять дней, 16 районов. Автопробег дорогами освободителей, организованный Брестской областной организационной структурой ДСАФ, включал в себя огромное количество памятных остановок. Брест, Каменец, Пружаны, Береза, Ивацевич, Столин, Ляхович и Пинск. В каждом посещаемом участниками марафона населенном пункте прошло торжественное мероприятие или встреча. Финальная точка автопробега стал митинг и возложение цветов у вечного огня в мемориале «Брестская крепость-герой» в знак памяти подвига защитников цитадели. Мы проехали буквально десятки городов, поселков, деревень нашей Брестской области, встречались с жителями, проводили митинги, встречи, посещали знаменитые места, места воинской славы погибших. После митинга в Музее обороны Брестской крепости состоялась пресс-конференция для журналистов с участниками автопробега. Как рассказали организаторы патриотической поездки, уникальность марафона заключалась именно в его маршруте, который пролегал по местам боевой славы тех, кто не вернулся из боя и навеки остался неизвестным солдатом победы. Такие марафоны должны стать хорошей ежегодной традицией, уверены участники автопробега. Вы знаете, такое радушие, что мне кажется, я лет на пять помолодела после этого пробега. Честно вам скажу, что почти устала. Это были за то, что мы должны и дальше продолжать вот такое общение с жителями нашей области, а не нуждаются в этом. Уже более 70 лет Брестская областная организационная структура ДСАФ занимается целым спектром вопросов, решение которых вносит реальный вклад в выполнение государственных задач, среди которых подготовка специалистов для вооруженных сил, а также кадров массовых технических профессий, активное привлечение молодых людей к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта. И вместе с этим именно в ДСАФе сохраняется верность традициям, главное из которых – формирование чувства патриотизма у обучающихся. Такая задача стоит у всех общественных объединений патриотической направленности. Здесь никто не самоустраняется, никто, наоборот, все решают эту задачу. И я считаю, что решение этой задачи должно быть как раз совместно со всеми нашими вот этими общественными объединениями. Все равно главную скрипку здесь играет система образования и родители, согласитесь, в этом воспитании. Но мы им хотим быть достойными, активными помощниками. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович.